В спортивном комплексе Родина прошел турнир Центрального федерального округа по смешанным единоборствам «Подмосковная Русь». В нем приняли участие более 250 ребят из семи регионов России. Химки представляли воспитанники Центра дополнительного образования «Виктория». О том, как юные спортсмены готовятся к соревнованиям и о ходе самого турнира, расскажет Татьяна Кастанда. Как и в любом деле, успех в соревнованиях во многом зависит от подготовки. Спортивный центр «Виктория» включает 14 секций. Греко-римская борьба – одна из самых популярных и, как правило, становится для ребят начальным этапом. Набравшись здесь опыта, многие начинают заниматься смешанными единоборствами. С тренером ребятам повезло. Он еще и друг, и наставник. Моя задача – очень остановить и крут вперед. Бросок через спину – любимое упражнение Артема Васильева. За три года он научился делать этот и многие другие элементы борьбы практически в совершенстве. Соперник подбирается согласно весовой категории. Очень устаю. Но все равно занимаешься, да? Чтобы быть сильным, защищаться, чтобы жить дольше. На открытие самого турнира пришли почетные гости. У руководителя администрации к спортивной борьбе особое отношение. Владимир Слепцов – вице-президент Всероссийской Федерации Самбо. Спорт с детства стал неотъемлемой частью его жизни. Для нас очень важно, чтобы юноши были будущими защитниками Отечества, не слонялись по подъездам и не знали, чем заняться. А именно занимались спортом. Это воистине мужской вид спорта. Поэтому мы благодарны, мы рады, мы сегодня наблюдаем прекрасные бои. Также слова на путствие юным спортсменам сказал заслуженный мастер спорта России по боксу в тяжелом весе, кумир ребят Александр Поветкин. Организацией мероприятия он остался доволен. Надо делать и нужно делать для развития детского спорта, детей вообще, чтобы они росли здоровые, сильные, умели защитить не только себя, но и свою девушку, свою маму и свою родину. Самым юным участникам едва исполнилось восемь. Главное, по словам ребят, справиться с волнением. Самое сложное – это выжидание. Когда ждешь своего соперника, а когда сражаешь, то уже особо ничего такого трудного нет, потому что ты готов к этим соревнованиям, и тренер на соревнования выбирает сильнейший. Такие соревнования проходят три раза в год. Традиция проводить их в Химках возникла не случайно. У нас работал тренер, который создал федерацию по смешанным единоборствам и организовал первый турнир здесь, в Химках, и уже по традиции ежегодно он проходит у нас. Мне кажется, вот эта сила духа закаляется именно в таких противостояниях, когда ты встречаешься не только внутри своего города с соперниками, но и приезжают соперники более сильные из других регионов. По итогам соревнования в общекомандном зачете первое место взяли Химки, второе – Тула, бронзу – Москвы. Татьяна Костанда, Сергей Гвоздев, Служба новостей.